Снега Ну, я думаю, что да, если говорить, что его не очень много, нет, на самом деле в этом году мы не успеваем соскучиться по нему, да, достаточно много снега, и мы, я думаю, что справляемся, конечно, не мгновенно, но стараемся по максимуму. В этом году впервые применили в борьбе со снежной стихией новую тактику, так называемый комплексный подход к уборке, когда на определенную территорию заезжают все службы, которые владеют там и техникой, и рабочими руками, и приступают к работе. На ваш взгляд, дает это результаты? Вы знаете, да, конечно, дает, естественно, мы ежедневно все равно не прекращаем основную работу, мы ведем ее, город разбили на четыре части, у каждого мастера есть люди, есть техника, у кого-то по несколько тракторов, у кого-то по одному, но работают люди. И когда мастера при объезде своей территории говорят, что наступил тот момент, что, грубо говоря, уже сгребать, сдвигать снег некуда, мы стараемся войти комплексно, это совместно с дорожниками, с управляющими компаниями, и совместно навести порядок. Единственное, конечно, мы сталкиваемся с такой трудностью, как нам очень мешают автомобили. Мы обращаемся к жителям с просьбой на определенный день убрать свои автомобили. Некоторые нас слышат, некоторые до последнего сидят дома, смотрят в окошко, как там пытается трактор проехать, чуть ли не зацепив их машину, и когда мы уже обращаемся, вызываем эвакуатор, потому что не можем найти владельца, и то, когда подъезжает эвакуатор, человек выходит, говорит, вам мешает, ну, сейчас я уберу. Конечно, не хотелось бы, понимаете, это все очень оттягивает. У нас планы, мы запланировали, допустим, там любой там рабочий поселок возьмем, да, за день вывезти, там, почистить его. И сталкиваемся с этими трудностями, когда вот автомобили мешают. Естественно, это все затягивается и не приводит к тому качеству уборки, которым мы хотим. Мы хотим, естественно, совместно все по максимуму содрать, эти колейности, вывести снег, тут же просыпать все, проехать. Ну, вот я не знаю, мы уже в трех-четырех районах это применяли, и я вижу результат, он есть, и мы будем продолжать в том же как бы... Но жалобы на уборку снега поступают регулярно, и жалобы, они, может быть, не столько вот на то, что много снега в отвалах, на то, что скользко. Даже если снег счистили сверху, внизу остается ледяная корка, которая вот, она все равно есть. Вот ее какой техникой можно поднять и реально ли убрать наледь так, чтобы люди не скользили, так, чтобы не было вот этих вот ухабов, которые остаются после оттепеля? Мы в декабре получили по губернаторской программе два МКДОРа, это тяжелые погрузчики. Мы ими можем снять вот эту наледь, но единственное, опять же, эту наледь мы можем снять, когда температура, но не ниже, там, минус 4, минус 5 градусов. Если она, там, минус 10, уже не возьмет, это тоже техника. Поэтому мы ждем, когда немножечко потеплеет, мы выезжаем, пытаемся содрать, а так вот песко-солевой смесью везде проходим, у нас есть посыпалка. Но вот в такой мороз, понимаете, песко-солевая смесь тоже не работает. Она работает максимально до минус 7-8 градусов. А как вот в столице борются? Ну, там же практически все до камня вычищено. Ну, в столице там в основном борются реагентами, они очень эффективные, и они не боятся ни 20-ти градусов морозов. Ну, и в столице, я думаю, что под землей практически второй город еще. Там метро везде, тепло, поток машин большой. Ну, и сами эти реагенты, они очень дорогие. Артур Владимирович, когда мы говорим об уборке, вот я более-менее вникну в ситуацию, понимаю, что здесь масса ответственных. И как говорится, что у семи нянек дитя может оказаться без глаза. Да, здесь у нас отвечают одни дорожники, здесь другие. Здесь должна заняться управляющая компания. А буквально там в нескольких метрах уже есть какой-то частный собственник или там будь то магазин, который тоже должен следить за своей территорией. Все время возникают нестыковки вот на границе территории, кто за что отвечает. Сейчас вот как вы ищете пути решения вопроса? Ну, сейчас ситуация гораздо уже легче стала, потому что все начали понимать требования, которые перед нами ставит глава района, также исполняющая обязанности главы города, Книгурицко, Александр Витальевич, и все нас начали слышать. Мы сейчас совместно и управляющие компании, когда наш мастер видит, что, допустим, территория это не принадлежит МБУ благоустройству, мы тут же там сообщаем, смотрим, это управляющая компания. Звоним, они нас слышат, пытаются также тут же прийти и исправить ситуацию. На них, наверное, как-то определенно воздействует, раз слышат. Вообще они слышать жители должны в первую очередь. Действия, конечно, есть, с теми же предпринимателями сейчас эффективны рейды по выезду сотрудника администрации и сотрудника административно-технического надзора, которые штрафуют. Поэтому мы сейчас совместно должны все-таки прийти к тому, что вот разграничение территории, чтобы каждый знал и каждый за своей территорией следил, тогда все-таки в нашем городе будет чисто и хорошо. А мастера у вас, вот кто эти люди, которые смотрят за территорией? Это люди, которые очень ответственные, которые мобильные. Они каждое утро приступают к работе в 5 утра, они на автомобиле проезжают всю свою территорию. К полшестому подъезжает к ним их техника, и они дают уже схему маршрута по своему району, куда должна пойти техника. Также он расстановку людей своих делает, потому что помимо того, что мы и придомовую там убираем территорию, у нас еще порядка 210 детских площадок, которые также относятся к нам. Мы их все элементы отчаиваем от снега. Рядом с элементами мы должны убрать снег. Потом все урны в городе тоже они относятся к моему благоустройству. Когда мастер расставил уже всех людей по местам, и он начинает просто после этого объезжать территорию, смотреть, как что сделали. Если в этом промежутке поступает какая-то заявка с ЭДС, что где-то что-то не прочищено, этот мастер также в эту схему добавляет людям либо технике, и эта техника обязательно в этот день пройдет и сделает. Ну вот я возьму на себя смелость вас похвалить, потому что действительно в этом году я первый раз заметила, что детские площадки чистятся. До этого мамы, выходя с детьми на площадки зимой, они, собственно, если надо посидеть, сидели на бортиках скамеечек, которые были все завалены снегом. Сейчас, по крайней мере, там, где прохожу я, по маршруту, скажем так, от дома до работы, я вижу, что прочищено, и около лавочек действительно можно сесть на сиденье, а не на спинку. Но с точки зрения покритиковать, нам каждую осень показывают технику и говорят, техники будет достаточно. И когда выпадает снег, нас все равно сталкиваемся с тем, что техники уборочной недостаточно. Вот когда губернатор последний раз приезжал, он говорит, я помню, тут в 2013 году один ржавый трактор ходил. Эту цитату уже повторили, наверное, все, кому не лень, все каналы и все информагентства. Вот что сейчас техники, достаточно или надо еще? На данный момент, смотрите, у нас 6 тракторов МТЗ, 82-х, и у нас 2 больших погрузчика, плюс у нас маленький Бобкэт. Понимаете, вот на данный момент у нас техники, в принципе, достаточно. Почему? Потому что мы взаимодействуем в прямую с МБУ, с тем же дорожником. Если нам что-то не хватает, я также звоню им БУ-дорожнику, говорю, что нам нужен еще один погрузчик. Они тут же помогают. Если нужен там грейдер, то же самое. Также они, когда к нам обращаются, говорят, мы вот там зашиваемся, нам нужна техника. Я всегда помогу. Поэтому, когда мы нашли взаимопонимание друг с другом, потому что мы знаем одну цель, по какой мы цели идем, чтобы в городе было чисто и хорошо. И вот сейчас, в данный момент, я не скажу, что у нас не хватает техники. У нас не хватает, наверное, самосвалов. Потому что для вывоза снега нам нужны большие самосвалы, желательно 20-25-кубовые. Потому что маленькими самосвалами очень долго мы порой, знаете, и ночью людям покоя не даем, спать не даем. Но мы понимаем, если днем мы будем возить, то у нас на один рейс почти часа уходит времени. Ночью мы сокращаем пополам, полчаса на охотку. Поэтому, конечно, ночью нам гораздо эффективнее. Но ночью мы сталкиваемся с тем, что вот сгребали большая горка снега. Человек взял, припарковал машину, и мы уже оттуда его вытащить не можем. Вызываем маленький бобкэт, он там пытается отгребсти, чтобы большой погрузчик уже брал и грузил его в самосвалы. Но в основном мы сейчас, когда планируем ночью работы, мы также просим управляющей компании. Наши мастера развешивают в этом районе объявления. Буквально дней пять назад показал хороший пример. Мы обвесили в Углич, центр, районы. Мы за ночь вывезли порядка 1300 кубов снега. Что было понятно? Что было понятно, у нас работало 4 самосвала 25 кубовых, и они за ночь сделали 52 рейса. И снегосвал, который у нас была, вот представьте, она за ночь заполнилась. Поэтому объем был колоссальный, вывезен. И вот сейчас, если месячник у нас будет по уборке снега, я думаю, что мы все силы приложим и днем, и ночью. Посмотрим, в каких районах где лучше, когда работать. И я думаю, мы за февраль подготовимся и вывезем много снега. Есть еще куда снег складировать? У нас же пока нету снегоплавильных установок. Ну, пока нету, но есть. Сейчас еще одна снегосвалка у нас есть. Постановление главы подписано. И мы сейчас возим тоже снег. Осталось до конца зимы совсем немного. Февраль у нас короткий. Ну, в марте еще тоже наверняка будут морозы. Вот к моменту оттепели, как мы должны подойти в городе с уборкой снега? Ну, сейчас мы по максимуму вывезем весь снег. И дальше мы еще в ближайшие дни приступим к тому, что на вот этих погрузчиках Амкадорах мы на ковши будем наваривать новые ножи. Для того, чтобы когда начнется оттепель, естественно, начнутся колейности. Чтобы мы по максимуму тут же начали их убирать. Чтобы народ не мучился, не буксовал в этих колеях. Потому что буквально до нуля градусов, когда температура опустится, нам надо экстренно выходить днем и ночью работать по снятию колейности. Тогда, я думаю, достаточно быстро у нас сойдет снег и будет хорошо во дворах. Ну что, спасибо за эту разъяснительную беседу. Я напомню, что мы сегодня говорили с директором МБУ благоустройства Артуром Багдасаровым о том, как они борются со снегом. Всего доброго. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова